В гостях у Елены Медитируем. Любимое место нашей бусинки. Приняла капельки, как говорится, за горло, или как там говорят, на горло, на язык. И всё. Медитируем, это она сюда лицом, а то обычно туда, вот это любимое место там, где вот эта вот леечка, там берисклет у меня, вот, и она там медитирует. Помогает очень капли, вот, поэтому мы рады. Другие вот мы купили, те первые пила-пила, но они, конечно, все накапливаться должны и потом действовать. Ну, а эти побыстрее начали действовать, а те нет. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Сегодня я хочу показать вам покупочки для тех, кому нравятся эти видео. Это для них я показываю. Просто приехали из загородного дома, Артём уехал на работу, и мне нужны продукты кое-какие. Я быстренько забежала в ленту, самую ближнюю на улице идёт дождь вовсю. Вот, и решила купить. Такие вот вафельки, покажу вам, они очень мне нравятся. Мы покупаем, два раза я покупала, Артёму очень понравились. Вот, 214 рублей килограмм стоит. Со сгущёнкой в ленте. Очень вкусные. Мы второй раз покупаем вот их я. Ещё мне очень понравились вот эти за 394 килограмм. Тоже очень хорошие. Вот, очень вкусные. Ламтишки вот такие вот. Просто ничего не хочется делать. Просто хочется пить чайок, и всё. Хлебушек бездрожжевой в ленте люблю. Самый мой вкусный, когда я своего ничего не делаю. Очень редко мы едим с хлебом, очень редко я пеку его. Зимой сейчас буду печь больше. А это у меня просто... Сегодня рыба у меня есть, и мы борщ и рыбу кушаем. Обязательно с чёрным хлебушком. Это салфеточки «Мягкий знак». 31 рубль я часто покупаю их. У меня ещё есть, но я купила, пусть будут. Увидела их раньше. Не раньше, а не было. Вот в прошлый раз я была. И яйца столовые. Ездили к знакомым на ферму купить у них. А они в Турции отдыхают. И что-то там вышел хозяин, ну, которого оставили. Что-то он вроде как уже нет яйца. Что-то там не по-русски нам сказал. Ну, и мы и уехали. А хотели купить, как обычно, мы покупаем тридесятка. И привозим везёрочки. Мне нравится лето. Мне нравятся вот эти столовые яйца отборные, которые в рационе у несушек есть кукуруза. Мне очень нравится желток жёлтый. Так, потом мои любимые закончились. У меня целая упаковка фиников. И вот я такие вот купила. Вот её, 79, что ли, стоит. Вот эта вот упаковочка такая. Люблю чай пить с ними. Я конфеты не люблю. Редкий случай, когда с конфетами пью чай. А вот с фиником я уже вам говорила про это. И по одному йогурту выпьем сегодня с Артёмой. На ночь очень вкусный этот йогурт. Вообще, я обожаю слобода. Качество очень хорошее у них. И когда я не могу свой майонез сделать, нет времени, то я обязательно покупаю тоже слобода. Майонез, он самый хороший. И отваливаю вот такой голландский сыр. 100% очень вкусный сыр. Тут написано, что есть и очень вкусный. На салаты я покупаю его уже третий раз. Я покупала подороже, а потом посмотрела. Отваливаю очень хорошие сыры и состав очень хороший. Почему бы нет? Масло вкуснотеево сливочное купила. Вообще-то пошла за молоком, за йогуртом, за сметаной. Но смотрю, у меня ещё в холодильнике мы большой покупаем в Глобусе. Вот такой вот кусок масла вкуснотеева. Половины уже нет. Думаю, дай куплю ещё один вот такой вот. Вкусное масло мы всегда покупаем. Нам очень нравится. Так. Затем сметанка. Тоже очень нравится. Обратите внимание на эту сметану. Домик деревни. Это отборная 2,5. И состав здесь сами можете прочитать какой. Ага, если тут ещё фокусирует. В общем, состав сливки и закваска. Больше ничего нет. Вот. Очень нравится такая сметанка. Когда она есть, всегда покупаю. Где бы то ни было. В Глобусе или где-то там. И молочко, домик в деревне. По акции шёл. 2,5%. Я сегодня хочу вечерком сделать блинов. Творог опять свой сделаем. Потому что молоко мы домашнее купили. Оно у меня в холодильнике там стоит. 3 литра. Мы будем делать свой, ну, творог, как я делаю. И буду блины делать с творогом. Нафарширую. Вот так. Как делать. Блины уже есть на канале у меня. Вот. И творог, как делать, тоже есть. И мацони есть, как делать. Очень хорошее вот это молоко. Я не жалуюсь на него. Ну, 2,5%. Представляете, вот. Сейчас вам скажу. 39 рублей по акции. Вот. Такое вот молочко. Так. И от Мартина семечек. Так, захотелось. Уже очень давно не брала. Если вы заметили по моим обзорам. Конечно, мне спрашивают, что, ну, как бы мало там покупок. Я, безусловно, девчонки, вам не всё показываю. Вот. В прошлый раз мы ездили покупать порошки. Ну, такое вот. Для стирки всё. Ну, и там мало. И как-то мы уехали. И я же не буду копить, а потом вынимать вам отовсюду уже начато и показывать. Вот. Вы уж у меня простите. Но, в принципе, вы знаете, что я люблю покупать порошок ласка. Этот раз мы туда в загородный дом отвезли, купили. По дороге ехали фрош. Вот. Стиральный. Но жидкий вот этот ласка я покупаю. Я всё с жидкими стиральными порошками стираю. Вот. И для кухни тоже фрош. Ну, всё такое вот, как обычно. В принципе, я не меняю своим этим. Мою посуду часто спрашивают, чем фрошу. И фрош. И покупаю ещё. Кстати, фрош и для индукционной плиты у меня есть. Я показывала. Тоже мы моем, чистим. И у меня смешанные, значит, и сода, и горчица. Я уже показывала всем. Уже много есть на канале. Для новеньких, хочу сказать, если вы хотите побольше узнать обо мне, то можно просмотреть, прогуляться, побыть подольше в гостях. И много чего узнаете, мои дорогие. И Бусинка, привет. Буся, скажи привет, Буся. Буся. Вот она. Привет. Музя дома. Гоняла там всех котов. И Ваську, и Тимку. Бегала без устали. То на первом этаже, то на втором. Пыталась её заснять. Да где там? Тишку искала. А он, бедненький, в шуфлядке у матери там залез, даже не дышал. Щелочку мама ему оставила только. Затерилизировала всех. Вот. Так что вот так. Погодка не айс. Я тут поставила варить из индейки. Видите? Покупаю такие вот голени. Ну как, от крылышка вот эта самая. Ой, как она называется? Ну вы поняли. Прямо которые к телу. Вот первые вот такие вот штучки. От крылышку покупаем. И мы тоже покупаем там фермерский магазин рядом. Вот там фермеры как бы свою продукцию продают. И тоже покупаю. Вот килограмм вот этой штучки. 240 рублей. Вот этих штучек. И поставила две штучки. Мне и Артему вечерком. Ну где-то часиков, наверное, 6 он приедет. Вот этот бульончик. И сюда зеленушечки. И у меня есть высушенная готовая лапша домашняя. Я в прошлый раз сделала. Половину изготовила. А половину на мне высушенная. Кстати, кто-то спрашивал. Я долго не храню в банке. Ну может быть недельку. Я делаю на 2 яйца. Короче. Вот и на 2 раза. Одно яйцо на 1 раз. И как делать, кстати, лапшу домашнюю. У меня тоже есть на канале видео. Прекрасная. Так что можете посмотреть. Там от А до Я. И просто сюда зеленушечки брошу. Вот приправку эту из огорода зеленую провезли. И лапши домашние. Больше ничего. Потом сюда сметанку добавим. Будем кушать с ними вечерком. Вот так вот. В общем. Вот потихонечку. Короче. Вот так, девчонки. Я вам загрузила уже два видео. Смотрите. Наслаждайтесь. Хочу сказать, что вас ждут очень хорошие видео. Сегодня должны уже доставить нам прямо домой шторы. Я вам говорила, что я увидела у девочек в ютубе шторы. Фото шторы. Я давно искала. Я во всех магазинах смотрела такого плана. Но ничего не было. Я думаю, уже вот-вот хотела купить. И там одни выбрала. А потом думаю, нет. Еще посмотрю в интернете все-таки. И глянула. Вот. И тоже, кстати, Ивановский текстиль. Вот там сайт. Они тоже продают эти фото шторы. Такие классные. Вот-вот должны прийти. Потом, значит, картина уже пришла в спальню. Но картину я заказывала по наводке сестры Артемыны. Два года назад они заказывали. И довольны. И мы увидели качество. Вот. Она и маме в подарок купила. И себе. Вот. Хотела сфотографировать. Ездила. Так и забыла вставить ему показать. Потом эти же нам... Там мы узнали, что могут нарисовать наш портрет. И у нас уже нарисованный портрет. Сегодня придет портрет. И еще шторы как-то получились в один день. И вас ждет очень много видео. Там я с Артемом ездил. И мы фотосессию себе сделали. И вот мы там такие красивые. Большое. Большая фото... Ну, мы ее, знаете, для дома. Но мы все равно повесим, пока здесь в зал. Так. Значит, мебель, спальня, мебель девочки. Все. 15-го числа, ноября. Все. Она уже придет. Но мы повесим картины. Картину повешу шторы. Я все равно сниму вам. Вот. Уже ремонт сделан. И все. Осталось только собрать потом мебель. И потом второе видео покажу с мебелью. Так что впереди вас ждет очень много интересного. Ну, все, мои хорошие. Всего вам самого доброго, хорошего. Радуйтесь. И не смотрите на эту погоду. Конечно, она мрачная. Дождь. То снег, то дождь. Но погоды плохой нет. Каждое время года она хороша по-своему. Желуденькие листочки сейчас есть. Тоже красиво все смотрится. А дождик все-таки нужен. Чтобы потом снег лег не на сухую земельку. Так что всего вам самого доброго, самого хорошего. Впереди наш самый любимый праздник. Это Рождество и Новый год, два праздника. Поэтому будем радоваться и дожидаться. Пока-пока.